Староскольский филиал государственного геолого-разведочного университета открыл год своего 85-летия. Праздничное мероприятие на стыке времен объединило еще одну значимую дату – 100-летие головного вуза. Торжество состоялось в Центре культуры и искусства «Горняк». Геология сегодня – это целая система знаний, объединяющая естественно-научные дисциплины. Интерактивная выставка «Геоэдикейшн» удивила гостей высокотехнологичными разработками. Особое внимание привлекал робот-огородник. Он умеет поливать, сажать, рыхлить, то есть полный цикл ухода за растениями. Нам осталось только пройти сертификацию, чтобы мы точно уже могли заявить, что мы можем его использовать в полевых условиях. Студенты из стран Ближнего Востока бурно обсуждали работу 3D-принтера. В России им очень нравится. Многие планируют продолжить обучение в Староскольском филиале МГРИ, где они изучают русский язык на подготовительном отделении. Хочу сказать, что после того, как мы приехали сюда, и все уже видели, уже интересовались, и много интересуется. Пока на сегодняшний день где-то 16 человек, но еще будут так же самые детали. Иностранные, как и русские студенты частенько заглядывают в музей своего учебного заведения. Больше 40 лет Наталья Дятлова является бессменной хранительницей сокровищ. У нас есть единственный маленький бриллиант, который подарил Слизов Сергей. Он работает сейчас в Якутии, учился у нас в 2007 году, закончил он геологсом. И сейчас работает на обработке алмазов в Якутии. Наталья Дятлова в праздничный день была награждена памятным знаком 100 лет МГРИ. Всего же более 30 сотрудников филиала получили награды ведомственные и органов местного самоуправления. Коллектив преподавателей и студентов приветствовал проректор МГРИ Юрий Панов. Он отметил успешную работу руководства учебного заведения. И что очень важно, так сказать, филиал полноценно приступает к подготовке специалистов с высшим образованием. Это вот как раз то, к чему стремились несколько лет коллективы руководства филиала. И наконец это свершилось. Ребята, получив среднее специальное образование, могут продолжить обучение прямо в Старом Осколе. Университет открытый городу. Вот главные на сегодня приоритеты и стратегия СОФ МГРИ. Мы сегодня не позиционируем себя исключительно как учреждение под геологоразведку. Мы стремимся расширять круг готовящих специалистов под те требования, под те критерии, под ту востребованность, которая есть сегодня в городе и регионе. Для нас очень важно, чтобы ребята старооскольцы оставались учиться в своем родном городе и применяли потом свой трудовой потенциал опять же у себя на родной территории, на своих родных предприятиях. В Старооскольском филиале МГРИ на сегодня обучаются полторы тысячи студентов. Меня привлекло его месторасположение, большой выбор профессий и то, что профессии технические, а сейчас, как известно, большой напор идет на то, чтобы много людей училось именно на технических профессиях. И поэтому я пошел на маршедерское дело. После обучения на СПО я планировал поступать на высшее учебное заведение в этом же ВУЗе, но потом планировал вахтами поработать. Это интересно, это все-таки геология, то есть это изучаются камни, связаны с химией, да, там моя экология. Это очень интересно. Плюс ГРТ дает возможность участвовать в каких-то вот кружках, да, допустим, я состою в кружке хор и танцы. С хором мы очень много везде объездили, мы в каждом ИРНДК уже выступили. Конечно, и студенты, и преподаватели искренне гордятся славной героической историей своего ВУЗа. Основные вехи развития ГРТ, а сегодня СОФМ ГРИ, отразило яркое театрализованное представление, подготовленное артистами Центра культуры и искусств «Горняк» и студентами филиала. Анна Семенова, Алексей Грачев, Ирина Чуликова, 9 канал.